Футбольный клуб «Тверь» продолжает подготовку к новому сезону. Совсем скоро, 18 июля, подопечные Вадима Гаранина сыграют в первом туре профессиональной футбольной лиги. О том, как строится работа коллектива в межсезонье, о планах и ожиданиях в преддверии старта первенства съемочной группе нашего телеканала рассказали игроки и главный тренер команды. Чуть больше, чем через неделю, футбольный клуб «Тверь» начнет свой второй сезон в профессиональном футболе. Подготовка к старту первенства сейчас выходит на финишную прямую. Команда занимается как на стадионе имени Вакжанова, так и на текстильщике. Всех деталей предсезонной подготовки наставник «Тверетян» Вадим Гаранин раскрывать не стал, отметив лишь, что во многом тренерский штаб намерен продолжать ту работу, которая позволила добыть бронзу по итогам прошлого сезона. Все в том режиме, в котором мы работали бы и в следующем году, и еще через год. Мы рады, что у нас, скажем так, системообразующие футболисты для нас остались. Из-за этого немножко легче нам выстраивать работу, потому что понимают структуру игры. Действительно, в последние несколько недель состав «Тверетян» претерпел значительные изменения. В межсезонье команду покинули шесть футболистов. В их числе нападающий Никита Фросинюк, полузащитники Юрий Петровский и Ярослав Ивакин. Впрочем, главный тренер «Твери» уверен, что с теми футболистами, которые имеются сейчас в обойме, можно добиваться самых высоких результатов. В спорте, по большому счету, есть только одно место. Это первое. Тем более, в нашей лиге первое место дает возможность сделать следующий шажочек в следующую лигу. Безусловно, это очень интересно всем. Мы для максималистов. Мы хотим наверх. Но тут, к сожалению, помимо футбольных аспектов, все равно возникают вопросы с инфраструктурой. Потому что, чтобы делать следующий шаг команде, нужно делать следующий шаг в развитии хозяйства футбольного. К футбольному хозяйству «Твери» вопросов и правда много. Новый сезон «Твери» начнет на стадионе «Юность». Одновременно с этим в планах у областного руководства базовым для футбольного клуба сделать все-таки текстильщик. Для того, чтобы он соответствовал требованиям РФС по лицензированию, на арене будет проведен ряд работ. Запланировано, в частности, строительство модульного здания с раздевалками, санкабинками, массажной и судейской, другими необходимыми помещениями. Будут установлены трибуны на полторы тысячи зрителей. Оборудована система освещения. Предусмотрено также благоустройство и озеленение территории, включая парковочное пространство и другие работы. Когда все это будет сделано, вопрос открытый. Вполне вероятно, что именно «Юность» пока будет оставаться основной ареной Твери. Впрочем, сами игроки об этих вещах сейчас не думают. Они целиком и полностью сосредоточены на грядущих играх. Конечно, настрой только боевой. Хотим, так сказать, в этом сезоне чуть-чуть улучшить свой результат. Вся команда на это нацелена. Так что только ждем от каждой игры победы. Свою первую победу в новом сезоне клуб из столицы Верхневолжья может одержать уже совсем скоро. 18 июля в первом туре ПФЛ сезона 2021-2022 коллектив Вадима Гаранина сыграет с дебютантом лиги футбольным клубом «Красава». Матч пройдет на стадионе «Юность». А на 28 июля намечена встреча одной из 128 финала Кубка России. В Тверь приедет победитель матча 1-256 финала, в котором 14 июля сойдутся две команды из Санкт-Петербурга. Хорошо известная тверетянам по прошлому сезону «Звезда» и любительский клуб «Ядро».